Идти в ногу со временем отбирает слишком много сил и энергии. Современный человек не может себе этого позволить. Он просто едет бесстрашно к своей цели, потому что теперь рядом с ним самый надежный, самый опытный и самый профессиональный инструктор автошколы ДСААФ. ДСААФ. Более 60 лет на рынке, более полутора тысяч выпускников в год, собственные классы, автодром и впечатляющий парк автомобилей. Индивидуальный подход к каждому ученику и возможность учиться на все категории с нуля. ДСААФ. Самый короткий путь к безопасному вождению. Здравствуйте. В эфире новости в студии Ирина Зайцева. И сегодня в выпуске. Заботятся о здоровье гостей, как в гостиницах Серпухова соблюдают требования Роспотребнадзора. Поддержка малого бизнеса. Предприниматель создал кроликоведческую ферму на Гранд Министерства сельского хозяйства. Два в одном. МФЦ в большевике теперь работает по новому адресу. Серпухов – город туристический. Здоровье и здоровье гостей округа в непростой эпидемиологической обстановке должно стать приоритетом для гостиниц. Соблюдение требований Роспотребнадзора в отелях проверили заместитель главы администрации Ольга Шашкова и представители комитета рекламы и туризма. Проверка проходила на основании постановления губернатора Московской области. Привокзальная площадь встречает туриста, прибывшего в Серпухов. Она дарит первые впечатления и краткий очерк о городе. Также и входная группа с ресепшн в гостиницах просто обязана произвести хорошее впечатление. И если раньше все ограничивалось обаятельным персоналом и стилистическим решением самой стойки, то теперь список пополнился санитайзером, масками, перчатками и разметкой социальной дистанции. В Руси, например, установлены бактерицидные лампы. На входе посетителям измеряют в обязательном порядке температуру, предлагают одноразовые маски, перчатки, обеззараживающие средства. Уборка в номерах проходит только с использованием средств дезинфекции. Помещение проветривается каждые два часа. Мы также обрабатываем ручки дверей, входы, полы. Везде гости видят, что нельзя ходить никуда, где красная полоса, за нее заходить нельзя. И поэтому они видят, что мы относимся правильно ко всем требованиям Роспотребнадзора. У нас везде есть дезинфекции, где средства, ключи у нас, как положено по нормативам, хранятся в пакетиках. Поэтому человек взял, с этим ключом он пришел, мы его опускаем сразу, мы не берем его, опускаем его в дезинфекции, опять их просушиваем и кладем в новый пакет, естественно. В Корстане были осмотрены ресепшн, номера и коридоры гостиниц. Проверено соблюдение сотрудниками противоэпидемиологических норм. Убедились, что все соответствует стандартам. То есть вы сами видите о том, что нанесена разметка на полу. Персонал работает в соответствии с требованиями. Это в перчатках, в масках. Также все клиенты, посетители гостиницы, если пришли без масок, без перчаток, и могут получить на ресепшн. Также мы сегодня убедились в наличии средств антисептических, с которыми работает персонал клининговой службы. Поднялись в номер и увидели, как номера содержатся в чистоте. И даже номера убираются по новым правилам. Ательеры с рекомендациями Роспотребнадзора согласны. Сложность их выполнения не пугает. Предприниматели понимают, что лучше проявить особую аккуратность, чем повторить сценарий этой весны. Непривычно, но выполняем. Самое главное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности. А мы, в свою очередь, напоминаем, что соблюдение простых правил, таких как ношение масок и использование санитайзеров, не прихоть времени, а реальный способ сохранить свое здоровье. Какие профессии в нашем регионе популярны и в период пандемии? Сложно ли сегодня найти работу? И какие меры поддержки оказывает государство тем, кто ее потерял? Об этом мои коллеги узнавали в Серпуховском центре занятости населения. Найти работу по душе с достойной зарплатой всегда непросто. В период пандемии задача становится еще сложнее. На начало года в Серпуховском центре занятости было зарегистрировано порядка 500 безработных. К ноябрю их число увеличилось в 7 раз. Ну, это тяжелая ситуация, потому что вакансии у нас по Серпухову 1960-й. Получается, на каждую вакансию два безработных претендуют. Государство оказывало поддержку гражданам, оставшимся без работы. Во время пандемии увеличился размер минимального и максимального пособий по безработице. Выплачивалась доплата в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей. Если человек отработал 60 календарных дней в 2020 году, область доплачивала к пособию, чтобы общая сумма составляла 15 тысяч. Всего было выплачено 163 миллиона, при 50 планируемых. 113 миллионов поступило из резервного фонда. Региональная доплата из средств Московской области составила 31 миллион. Сегодня подать заявление и встать на учет в центре занятости можно дистанционно, через портал «Работа в России» или прийти сюда очно по предварительной записи. Прямо в холле вам помогут оформить необходимые документы. Перед тем, как подать заявление по безработице, должно быть оформлено резюме у человека. Без оформления резюме заявление подать невозможно. То есть нужно потратить время для того, чтобы оформить резюме. В Серпуховском регионе много складских помещений. Поэтому в первую очередь востребованы такие профессии, как водитель погрузчиков, оператор склада со знанием 1С, менеджер и специалист по логистике, оператор котельный, инспектор по кадрам, а также мастера по маникюру и работа в интернете. Наш Серпухов – один из немногих городов в Московской области, где еще остались программы по демографии. Мы учим мамочек, продолжаем учить. Некоторые регионы, некоторые центры занятий прекратили эту деятельность. Мы учим граждан предпенсионного возраста, это 50+, и уже даже старше. Это те люди, кто работают, но им нужно получить еще какую-то квалификацию. Поэтому мы не бросили никакие услуги, мы все услуги оказываем. У нас очень активно, несмотря на то, что в начале пандемии закрывались ИП, закрывались ООО, вот у нас почему-то такого нет. У нас очень много безработных хотят открыть свое дело, и мы предоставляем субсидии. Размер субсидии – 145,5 тысяч рублей. Малый бизнес поддерживают и с помощью грантов. Фермер из Серпухова, например, получил финансовые средства от Министерства сельского хозяйства Московской области. Вот уже три года Артур Мирзаян разводит кроликов о белых и серебристых великанах, которые живут в деревне Аладдина. Далее. Его утро каждый день начинается одинаково. Артур Мирзаян делает обход, проверяет каждую клетку с кроликами. Хозяйство большое, работы много. В 2017 году тогда еще начинающий фермер получил грант от Министерства Московской области – полтора миллиона рублей. На эти деньги купил грызунов, строительные материалы, трактор и газель. С этого начался бизнес. Ну, конечно, этот грант дает хороший толчок. Если не хватает средств или хочется сделать какой-то рывок, конечно, грант очень хорошо помогает в этом случае. Получив его, если бы у меня было 100 кроликов, 150 кроликов, то племя сразу приобрелось и сейчас находится около 700 кроликов. Белые и серебристые великаны требуют тщательного ухода. В рацион питания кроликов обязательно должны входить минералы, витамины, травяная мука, комбикорм, сено, овощи. А клетки необходимо содержать в чистоте. Требуют ухода, потому что они все-таки грызуны. Все-таки надо чистить и вычищать каждые клетки. И учитывая их количество, это достаточно тяжело. Это нелегко. Уход нужен, потому что кролики очень нежные, очень капризные животные. Шаг лево, шаг право, они гибнут. У фермера к кроликам особое отношение. Артур Мерзаян не может сдержать улыбку. И в этот раз в хозяйстве прибавление. Неделю назад на свет появилось 9 маленьких грызунов. Вот этим крольчатам где-то дней 7-10. Совсем маленький, а крол был где-то неделю назад. Такой малыш весит всего 15 грамм. В среднем за один раз появляется 7-8 кроликов. Бывает и 13. Когда они только рождаются, руки должны быть чистые. Они привыкли только к моему запаху. Вот я другого никого не подпускаю. Чужих людей абсолютно. Ни работников, ни братьев, ни сестер, никого абсолютно. Только я. Самка перед окровом сама собирает тены, выпускает пух, чтобы малыши находились в тепле. О будущем потомстве заботится и предприниматель. Скоро зима. Значит, чтобы маленькие крольчата не замерзли, фермер будет устанавливать в маточнике специальные грелки. Это вот так вот происходит. У нас стоит маточник. В маточнике стоит грелка. Вот такая грелочка. Она устанавливается на дно маточника. И, соответственно, включается в розетку и подается напряжение. И она регулирует температуру, чтобы при окроле они не замерзли. Им главное первые 10-15 дней, чтобы было тепло, когда они только родились. Далее они уже все. Они уже не мерзнут. Тем более, когда их много, 8-10 штук, они друг об друга греются. Фермер держит кроликов двух пород. Считает мясо белых и серебристых великанов наиболее полезным, питательным и неаллергенным. Сначала держал животных для себя, но после того, как получил грант, увлечение превратилось в бизнес. Сейчас предприниматель разводит грызунов для продажи в другие хозяйства. Два в одном. Многофункциональный центр в Большевике переехал из 110-го в 36-й дом по улице Ленина. Чем вызван переезд, расскажем далее. У сотрудников МФЦ второй рабочий день на новом месте. Переезд в другой офис на ритм деятельности не повлиял. Мы заранее предупредили заявителей, что переезжаем. Между шести окон у нас теперь три окошка. В связи с тем, что мы открыли год назад на привокзальной площади в втором центре Акласа три рабочие окна. И за данный период времени показывают, что клиентский поток очень сильно увеличился так. А здесь произошло снижение. Очереди к сотрудникам центра нет. Услуги предоставляются в прежнем объеме. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации все требования соблюдаются. Мы также оставили два рабочих места на портале госуслуг. Всегда заявители могут прийти, всегда подать. Здесь оказывает полный спектр. Переезд многофункционального центра первые посетители оценили положительно. У двухэтажного здания на Ленина 36 более удобный подход, пандус для людей с ограниченными возможностями. К тому же здесь располагаются территориальные отделы Дашковский и Калиноцкий, и МОЗ, ОБЛ и ЕРЦ. Одним посещением можно решить несколько вопросов сразу. Очень удобно. Во-первых, зашел в здание, здесь и за квартиру заплатила, и узнала по квартире то, что надо. И в МФЦ тоже по своей вопросу выяснили. И сидит управляющий нашего большевика. Новый адрес многофункционального центра государственных и муниципальных услуг поселки Большевик, дом номер 36 по улице Ленина. В этом году «Ночь искусств», который отмечают с 3 на 4 ноября, пройдет в онлайн-формате. В 21.00 на YouTube-канале Серпуховского историка художественного музея в социальных сетях и на диджитал-экранах городского округа состоится трансляция фильма-концерта, специально подготовленного к ежегодной всероссийской акции. В фильм будут включены 12 номеров разных творческих коллективов. Среди них образцовый коллектив студии эстрадного танца «Вертикаль», школа танцев «Скай Севен», выступления артистов гортеатра, вокал Дарьи Шаврина, электронная музыка, образцовая хореографическая студия «Сильфида», язык танца, театра, классической современной музыки, изобразительного искусства наверняка окажется созвучным многим. Телеканал «Отова Серпухов» покажет фильм 4 ноября в 19.15. Также к «Ночи искусств» присоединится музейный выставочный центр. Здесь основная тема акции «Выставка художников-авангардистов. Искусство объединяет авангард 20 век». Работы выполнены в технике печатной графики, литографии. Сальвадор, Дали, Рене, Магрид, Хуан Миро, Марк Шагал и другие. 17 часов на сайте МВЦ и в соцсетях публикуются видеоматериалы, просмотреть которые можно бесплатно, не выходя из дома. Серпуховские театры стали лауреатами Московского областного фестиваля «Долгопрудненская осень», который объединил коллективы из многих городов Подмосковья. Серпухов представляли сразу две труппы Серпуховского музыкально-драматического театра и Камерного молодежного театра «Зазеркалье». Всего на фестивале было представлено 18 спектаклей на сцене, три прошли в онлайн-формате. Жюри составили театральные эксперты. В номинации «Лучший спектакль для детей» победила постановка «Красная шапочка» и «Серый волк» Камерного молодежного театра «Зазеркалье». Дипломы за лучшее музыкальное оформление и за вдохновенное воплощение романтической истории о первой любви вручили дебютанту конкурса Серпуховскому музыкально-драматическому театру, представившему спектакль «Завещание целомудренного бабника». Церемония награждений и торжественное закрытие фестиваля прошли в онлайн-формате. Посмотреть их можно в инстаграм театра «Город». Во дворце спорта «Надежда» прошла открытая тренировка по панкратиону, посвященная Дню народного единства. 30 лет назад в нашей стране стали проводить соревнования по этому виду спорта. Серпуховая молодежь активно занимается борьбой. На тренировке будущих чемпионов побывал наш корреспондент Ильяс Сиразов. Панкратион – один из самых древних и зрелищных видов спорта. В программу античных олимпийских игр он вошел еще в 648 году до нашей эры. В новейшей истории панкратион с каждым годом становится все более популярным в России и в мире. Здесь смешанное единоборство. Мы ударную технику работаем, руками, ногами. И в партере у нас борьба. Отличие такое, что это спортивное направление. У нас нет добивания в партере. В партере только боремся. Стойки боксируем, руки ноги в партере, борьба. Под руководством Олега Одинцова занимаются около 50 бойцов в возрасте от 6 до 17 лет. Олег Анатольевич в этом году набрал новую группу и спустя пару месяцев занятий есть уже и первые победы. У меня был первый бой. Я выиграл в этом первом бою и хочу стать чемпионом. Новички набираются опыта. Старшие продолжают прославлять серпухов на соревнованиях. Три тренировки в неделю. Так строится фундамент для будущих побед. Остеохондроз позвоночника с грыжами межпозвоночных дисков, острые боли в спине, артриты, артрозы крупных суставов, боли в плече, руке, шейном отделе. Все это можно вылечить движением, уверены те, кто занимаются в Центре восстановительной медицины. Конкретные примеры возвращения к полноценной жизни в нашем сюжете. Следить за дыханием, увеличивать нагрузки постепенно и выполнять упражнения под контролем инструктора и врача. У Льва Цветницкого, как и у других пациентов, здесь индивидуальная оздоровительная программа. Ему 81. В прошлом сотрудник научного центра о своем возрасте сейчас забыл. Чувствует себя моложе на несколько десятков лет. Приезжает на занятия в Центр восстановительной медицины и спущена уже год. С четкой периодичностью, через день. Я за год не вышел из строя. Наоборот, боли того, я вам скажу, после перерыва, после карантина я пришел, после первого занятия я уже был человеком. 9 месяцев мне понадобилось для того, чтобы избавиться от ритми. И таблеток. Домашняя аптечка Льва Валентиновича почти опустела. Снова начал ходить в баню, увеличил маршрут пеших прогулок. Ирина Буева первый раз в зал пришла 5 месяцев назад. Ей 57, она воспитатель в детском саду. Решилась, когда боли в спине из-за межпозвоночных грыж стали невыносимыми. При каждом наклоне, резком движении хотелось плакать. Я знаю всех нервопатологов города Серпухова. Я знаю многие медикаментозные уколы, мази, там, видиклофенак, эмельгамы, вальторен. Но вот хочу заметить, что с начала этого года, когда я пришла сюда, я забыла, что такое мази, я забыла, что такое уколы. Физические упражнения, вот программы созданы с учетом возраста, с учетом нагрузки. Если, вот, например, у меня есть там хотя бы даже первая стадия коксоартроза, предположим, то мне кое-какие тренажеры противопоказаны. Хотелось бы мне попробовать, конечно. Мне говорят, нет, вам это нельзя. Первые занятия Ирине Анатолии не давали сложно. Сейчас она уже с легкостью выполняет абсолютно все. В зале проводят по несколько часов. Мышцы укрепились, гибкость и подвижность суставов улучшились, настроение поднялось. И разговоры про операцию Ирина Анатольевна больше не ведет. Кстати, в центре восстановительной медицины занимаются не только те, кто старается избежать оперативного вмешательства, но и те, кто проходит реабилитацию после операции. Возрастных ограничений у кинезитерапии нет. Мы используем функциональную диагностику, потому что рентгенда, МРТ, КТ, это можно сделать, то есть есть возможности в городе у нас это сделать. Функциональную диагностику делаем только мы, потому что, когда вам приносят снимок позвоночника, еще непонятно, что с ним происходит. Обязательно нужно провести тест на подвижность суставов, связок, сухожилий, чтобы понять уже полностью картину. Мы это делаем. И на основе этого уже можно будет потом ставить диагноз и предлагать те или иные формы лечения. После такого диагностирования Станиславу Краеву специалисты центра посоветовали, помимо занятий в зале, ударно-волновую терапию. Он по профессии водитель, большую часть времени проводит сидя от того и боли в шейном отделе. А недавно начались еще и мучительные головные боли. Пять процедур, результат себя недолго заставил ждать, вот уже результаты положительной тенденции. Залогом успешного лечения сложных и в то же время распространенных сегодня заболеваний опорно-двигательного аппарата это правильное движение. Кинезиотерапия, говорят специалисты, это лечение без таблеток и других медикаментов, а значит и без побочных эффектов, которые они вызывают. А пациенты центра восстановительной медицины добавляют, что на занятиях вырабатываются полезные привычки движения, которые остаются потом на всю жизнь. А эффект виден не только в месте, где была боль, но и во всем организме. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Отслеживайте новости в сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова